День Великой Победы Павел Леонидович Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В 2004 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, а в 2009 году аспирантуру Института истории Национальной академии наук Беларуси по специальности «Отечественная история». Трудовой путь начинал учителем истории, но уже в 2004 году младшим научным сотрудником приходит в отдел военной славы Гомельского областного краеведческого музея. Через год возглавляет отдел. 23 февраля 2006 года Гомельский областной музей военной славы был образован путем выделения из состава краеведческого музея. Под руководством Павла Ждановича музей получил статус «Лучший объект военно-исторического туризма». Дважды был занесен на областную доску почета как «Лучшее культурно-просветительское учреждение». В 2016 году стал победителем аналогичного республиканского соревнования. Павел Жданович являлся депутатом двух созывов областного совета депутатов. В 2016 году избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Гомельскому советскому избирательному округу номер 34. Вошел в состав постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Задать вопрос гостю студию можно прямо сейчас. Номер телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Павел Леонидович. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Павел Леонидович, я поздравляю вас с наступающим великим праздником для нашей страны, с Днем Победы. Спасибо большое. И вас также с праздником Великой Победы. Спасибо. Ну, конечно, для нас и для наших зрителей вы один из наиболее компетентных специалистов в истории Великой Отечественной. Но сегодня не могу обойти вниманием и вашу деятельность как депутата Белорусского парламента. Скажите, пожалуйста, на чем сейчас работаете? В настоящее время, 3 апреля, началась вторая сессия. Палаты представителей национального собрания, весенняя сессия, в рамках которой планируется рассмотреть порядка более 30 законопроектов. Среди них законопроекты, касающиеся государственно-частного партнерства, вопросы, связанные с инвестициями, с борьбой и противодействием терроризму. Ряд вопросов будет посвящено законам, связанным с спортом. Достаточно обширный спектр, он затрагивает различные сферы жизнедеятельности нашего общества, как внутри нашей республики, так и связанные с нашим международным сотрудничеством. А как часто удается бывать в вашем округе, советском, я напомню, нашим телезрителям? Работа в округе у нас строится, мы ежемесячно пребываем, осуществляем прием непосредственно наших избирателей, населения. Приемы проводятся как в первой половине дня, так и во второй половине дня. Помимо того, что пребывает депутат непосредственно в палаты представителей, также работают помощники. Помощник принимает два раза в неделю, можно обратиться, но в принципе они находятся все время на своих рабочих местах, и можно ежедневно обратиться к ним с тем или иным вопросом в письменном, либо устном виде. Ну и попросить разъяснение или возможность помочь в решении того или иного вопроса. Павел Леонидович, а информация о номере телефона, место размещения, как ее можно узнать? Информация можно узнать, во-первых, на сайте администрации Советского района города Гомеля есть, сегодня размещается и даты приема, время приема размещается, в газете также публикуется Советский район. Ну и могу сказать, что осуществляется у нас прием по адресу проспект Речицкий, дом 6, это администрация Советского района, кабинет 102. И с какими же вопросами к вам приходят жители Советского района? Вопросы абсолютно разные, но если так их классифицировать, конечно, то, наверное, большинство вопросов, процентов 70, это касается вопросов ЖКХ и благоустройства. Помимо этого, конечно же, вопросы здравоохранения, образования поднимаются сегодня. Вопросы, связанные с ценовой политикой в учреждениях культуры, с репертуаром учреждений культуры, ну, наверное, учитывая, зная мою предыдущую должность, граждане с этим обращаются со своими предложениями. Стараемся, безусловно, каждому уделить внимание, решить вопросы. Достаточно актуальный вопрос в настоящее время, у нас, конечно, вопрос о доустройстве, практически последние три приема, ну, минимум два человека приходится и обращаются с данной просьбой. Ну, а какие есть возможности у депутата для того, чтобы помочь? Мы сегодня используем, конечно, свои полномочия депутатские и общаемся с нашими представителями, как государственных органов, так и с нашими руководителями организаций и предприятий. Хочу сказать, что есть положительные примеры. Ряд граждан трудоустроенных, которые действительно, значит, хотели, желали работать, они сегодня трудоустроенные. Есть вопросы, которые достаточно сложные, ну, учитывая особенности работы, какие-то физические качества человека, которые, ну, требуют дополнительного внимания, изучения и проработки с руководителями организаций, то есть возможности их трудоустройства. Работаем, стараемся решить эти вопросы. В целом, всегда ли удается находить понимание, как с местными жителями, так и с властями? В целом, у нас удается, безусловно, находить это понимание, у нас строится конструктивный диалог, и мы делаем, выполняем одну общую задачу, вот, и стараемся, безусловно, улучшить качество жизни, решить население нашего советского района, города Гомеля, вот, и, конечно, решить те проблемы, которые сегодня волнуют людей, потому что они приходят обращаться, и мы, ну, обязаны и должны им оказать эту помощь. Безусловно, бывают очень сложные вопросы, которые либо имеют очень давнюю историю уже, либо уже даже имеют судебную практику, вот, а если имеют уже судебное решение, то депутат, есть, понимаете, разделение властей, то там другая процедура работы, значит, вот, либо требует больших финансовых вложений, которые требуется заложить в бюджет. Конечно, эти вопросы требуют дополнительного изучения и проработки, но в целом мы конструктивно ведем диалог и решаем те вопросы, которые сегодня нам ставит население, задает и приходит к нам на наши приемы, либо на приемы к нашим помощникам. Я еще хочу сказать, что помимо адреса телефон есть 40-63-52, можно обратиться, это телефон помощника, если необходимо записаться на прием или просто озвучить свой вопрос. А какие-то конструктивные предложения могут поступать от граждан по поводу дальнейшего развития советского района, на его благоустройство? Да, абсолютно, конечно, не только, и, возможно, те предложения, которые сегодня нужны или необходимо посмотреть в корректировке того же законодательства. Помимо всего остального, мы обсуждали, приходили граждане, связанные с декретом номер третьим, такая тема сейчас актуальна, на слуху. Да, те предложения, которые сегодня есть, я их обобщил и подал в комиссию, которая сегодня сформирована для рассмотрения и включения в корректировку данного декрета. Хотелось бы, наверное, чтобы таких вопросов было побольше, да, нежели каких-то жалоб на текущие крыши. Ну, вы знаете, люди приходят со своей проблемой. То, что и беспокоят. Да, поэтому не надо делить. Есть проблема, ее нужно решить. Главное, что есть еще раз понимание решения этой проблемы. Если это не требует каких-то особых затратов, буквально решается в течение пару дней. Готовы выслушать всех, всех принять? Да, безусловно, со всеми проблемами. Пожалуйста, Павел Леонидович, ну, при таком графике остается ли у вас время на научную деятельность? Потому что именно этому вы посвящали очень большую часть своей жизни. Да, занимаюсь научной работой. Возможно, сейчас не так плодотворно, но, тем не менее, стараюсь быть в курсе событий по своей тематике, стараюсь просматривать периодику, литературу, которая сегодня выходит, будет участвовать в научных конференциях, диспутах, где, так или иначе, затрагивается проблемное поле моего исследования. Напомните, пожалуйста, потому что мы не один раз уже с вами ранее обсуждали, над чем вы работаете. Я занимаюсь вопросом 1941 года. Гомельская область накануне, в первые месяцы Великой Отечественной войны. Аспекты, связанные с боевыми действиями, аспекты, связанные с социальными вопросами, это эвакуация, мобилизация. Какие-то новые факты появляются сегодня в периодике мировой? Ну, наверное, факты, да, потому что, может быть, их немного, но, тем не менее, архивные документы появляются новые. Есть прекрасная монография, сегодня вышла Сергея Ильича Новикова, недавно буквально, вот, которую отражают немецкие документы, немецкую историографию показывают. Да, есть, но сегодня важно смотреть не только какие-то новые документы, а, возможно, имея уже те набор фактов, события, которые есть, смотреть еще и трактовку, интерпретацию событий того периода. Насколько полно и правдиво, на ваш взгляд, подается информация о войне в средствах массовой информации? Ответы гомельчан на этот вопрос далее в нашей постоянной рубрике «Есть мнение». Давайте посмотрим. Я еще заканчивала школу в нашем Советском Союзе, так сказать. И действительно считаю, что в то время мы учили о Великой Отечественной войне все. То есть для нас, для той молодежи, это был действительно грандиозный праздник, мы к нему готовились и в средствах массовой информации читали все самое лучшее. Но на сегодняшний день я считаю, что о войне говорят все, кому не лень, даже те, кто о ней абсолютно ничего не знает. Мне кажется, в то время больше правильно ощущались события, в частности Великой Отечественной войны. Не умалялся героизм советского народа, не умалялись исторические события об открытии Второго фронта. Ну а на сегодняшний день, естественно, многие хотят пересмотреть эти ценности с точки зрения фальсификации этих событий. Мое убеждение, что действительно огромную роль в победе сыграло, естественно, и консолидация всего народа, и партизанское движение огромную роль сыграло, и открытие Второго фронта. Когда идет соприкосновение ветерана Великой Отечественной войны с нашей молодежью, наши дети замирают, с замиранием слушают. И очень много идет вопросов. А как? А как вы начинали? А сколько вам было лет? А где вы воевали? На них это действует. По сравнению с соседями, да, смотришь их непередачи, в интернете есть перегибы. То есть в классы приходят люди, которым может быть выгодно подать ту историю, какая им выгодна. Ну я считаю, что и в интернете, и на телевидении, особенно если брать каналы, которые не русскоязычные, они подаются, ну, фактически однобоко. И можно подумать так, что всю Великую Отечественную войну, так скажем, Советский Союз, так был просто союзником. А выиграли на самом деле западные страны наши союзники. На самом деле это не так. И это очень плохо, что большинство, в общем, много молодежи об этом мало знает. Я считаю, что в интернете, если на таких сайтах не государственных, то практически 80% неправды подается. Я считаю, что мы пример для всех, для всех стран, для мира, как надо помнить. Помнить все прошлое и не забывать, и чтобы не учинить это, это обратно какие-то войны. Война до хорошего не доведет. Доведет только до утраты, до гибели, до болезни, до разрушения. Продолжаем диалог в прямом эфире и ждем, конечно же, что и вы к нам присоединитесь. Великая победа стала возможной благодаря удивительному единению всех народов, которые сражались с фашизмом. Вот жалко, что сегодня это единение несколько подорвано. Павел Леонидович, конечно же, все в мире делается с определенной целью, у всего есть мотив. Почему сегодня мы вообще говорим о том, что нужно защищать правду о Великой Отечественной войне? От кого? Вы знаете, тема фальсификации истории Великой Отечественной войны, она, конечно, возникла не сегодня, не вчера. Уже несколько лет эту тему достаточно много обсуждают и на интернет-пространстве, и много сделано публикаций документальных. Конечно же, это делается с определенными целями. Первоначальная цель – это вычистить, так сказать, историческую память. Ну а потом, когда будет подготовлена почва, конечно, она перейдет в плоскость геополитических вопросов и решения несколько иного характера. Поэтому, когда мы сегодня говорим о вопросах фальсификации военной истории и истории Великой Отечественной войны непосредственно, то мы, конечно, должны понимать, что это не сугубо научная проблема, что это уже не социальная даже проблема, а проблема, которая переходит в определенную политическую плоскость. По каким направлениям сегодня это делается, тоже несложно определить, несложно проследить. Первое – это посмотреть и пересмотреть количество потерь и вообще роль Советско-германского фронта. Второе – это дегероризация воинов Красной Армии, таланта военачальников Красной Армии. Третье – это вопросы, которые сегодня связаны с… практически ставят на одну ступень, на одну режим нацистской Германии и коммунистический строй. То есть и даже более того, увязать факт развязывания Второй мировой войны, возложить ответственность на Советский Союз. Поэтому по целому рядом направлений это проводится работа. Различными людьми, безусловно, которые, назовем их в кавычках, агенты влияния, которые делают публикации, издают книжки, выступают на научных конференциях, в средствах массовой информации и которые планомерно данную идею продвигают. Еще раз повторю, что это находится не уже в плоскости научной. Поэтому, безусловно, нужно сегодня стараться всеми возможностями, мерами, не в научном пространстве, просто в обсуждениях в студии, вот мы сейчас обсуждаем этот вопрос, постоянно говорить о событиях и доносить населению ту действительно правду, объективно правду. Потому что, безусловно, были героические страницы нашей истории в период Великой Отечественной, были трагические, о них нужно говорить объективно и правдиво эту информацию подавать. Но, пересматривать итоги Великой Отечественной войны, отказаться, допустим, от названия «священная», «великая война», наверное, это будет, ну, по крайней мере, неправильно. Вот. Поэтому сегодня, безусловно, нужно проводить и исследования, и говорить в обществе, и говорить, особенно с молодым поколением, о тех событиях. Да, это сложно, да, это непросто, но это нужно делать. Ну, для молодого поколения, очень для многих, это просто какие-то страницы в учебнике, да? С толстым учебнике, и, в общем-то... Страницы в учебнике. Кто освобождал, да, кто победитель. Ну, их достаточно легко в этом плане поколебать, потому что нет базы какой-то устойчивой, да? Само понимаете, как помимо того, что страницы в учебнике, так это еще виртуальные игры, которые немножечко вот эту грань убирают, на мой взгляд, лично. Ну, не думаю, что особое там чувство патриотизма, так, все-таки немножко игра это другое, нежели то, что реальные факты, которые сегодня можно прочесть, либо увидеть в тех же самых музейных учреждениях, либо в наших мемориальных комплексах, которые сегодня имеются даже на территории нашей Гомельской области. Скажите, пожалуйста, вот приходилось вам сталкиваться с такой, ну, откровенно фальсифицированной информацией в периодике, и так, чтобы это вызвало прям возмущение. Ну, давайте возьмем даже то одно из направлений по советско-германскому фронту, так? Если мы сегодня говорим о нем, то мы должны понимать, что это протяженность 6 тысяч километров. Что значит, посмотреть потери, так? Посмотрите, какие были средотечения немецкой армии здесь, точнее, армии вермахта. Более 80% от общего числа сухопутных войск, 80% моторизованных частей, 70% авиации. Если брать количество разбитых дивизий на советско-германском фронте, то это 607 дивизий. К примеру, на Западном фронте, на Втором фронте это 176 дивизий. Из 1418 дней боев, сколько продолжалась Великая Отечественная война, в 1320 были непрерывные боевые действия. Даже сами немецкие историки, которые сейчас пишут и публикуют, они то, что из 10 погибших солдат вермахта, 8 погибли на Восточном фронте. Поэтому, безусловно, когда несколько иначе трактуется вопрос касательно потерь, либо оценки Советско-германского фронта в период Второй мировой войны, если мы в контексте мировой истории смотрим, то, наверное, это вызывает возмущение. Ну, научное возмущение, что действительно это неправда. Не только научное, но и чисто по-человечески. И чисто по-человеческому, конечно. Да, с этим приходится сталкиваться. Что же тогда необходимо? Что зависит от нас, от всех, от средств массовой информации? От депутатов Белорусского парламента, просто от здравомыслящих людей, для того, чтобы мы знали о войне, чтобы наши дети и внуки знали о войне? Ну, наверное, самое простоное, можно начать с семьи. У нас у каждого, я более чем уверен, что есть старые фотографии наших дедушек, прадедушек у кого-то уже, их ордена, медали, какие-то личные вещи. Если мы начнем, просто даже в семье расскажем ребенку о его предках и о том, как он участвовал в этой войне, как его семья была связана с этим периодом, это уже бы мы сделаем первый шаг. Конечно, если с точки зрения психологии брать, то безусловно, дети 5-6 лет, это крайне важно, чтобы не говорить о смерти и так далее, о гибели, потому что психика и так далее детская у нас травмируется. Тем не менее, мы понимаем, что война — это потери, война — это смерть, это разрушение и так далее. И с течением времени человек сначала начали в семье рассказать, потом дали возможность ребенку, первокласснику, к примеру, прочитать второкласснику книжки, например, Сергея Алексеева или Льва Кассили, например, рассказы про войну. Небольшие рассказы, которые позволяют. Это, конечно же, возможен просмотр того же фильма. Например, в бой идут одни старики. Почему нет? Это, конечно же, посещение музейных учреждений. Я помню, мы сделали выставку, которая была посвящена детям войны. И когда приходили детишки, 10 лет, 12 лет, и видели своих сверстников на фотографии, конечно, они замирали и слушали экскурсовода. И когда им говорили, таким столько, сколько вам сейчас, смотрите. Кто-то в орденах стоял, сыны полков, и в медалях. Кто-то, как дети в Азайского концлагеря, были без рук, без ног. Садились в больницу. А дети Красного берега? Дети Красного берега. Поэтому это, конечно, имеет очень сильное эмоциональное, психологическое воздействие. Я думаю, что вот это правда о войне. Мы не говорим. Мы действительно объективно стараемся донести информацию о той войне и объективно оценить и наших союзников, безусловно. Мы не умаляем роль открытия Второго фронта. Мы говорим правду о Ленд-Лизе при этом. И не только говорим, печатаем, публикуем, мы показываем в экспозициях своих. На страницах нашей военной истории и уникальных экспонатах Лоевского музея битвы за Днепр у нас подготовлен сюжет. Внимание на экран. Деревня Козероги Лоевского района к перспективным явно не относится. Количество жителей уменьшается и пустующих домов становится все больше. Впрочем, порядок здесь поддерживается всегда. Особое внимание братскому захоронению 536 солдат и офицеров, погибших при освобождении этих мест в 43-м. В их числе четыре героя Советского Союза, самому младшему из которых было всего 18, старшему – 24. У нас за каждым братским захоронением закреплена определенная организация. Вот здесь в Козероге закреплен Лоевский рез. Они постоянно проводят косметический ремонт. Значит, за Крупейским братским захоронением закреплена Крупейская базовая школа. У нас еще братское захоронение в деревне Пустая Гряда, где раньше находился военный медсанбат. Закреплена районная организация Лоевский РОВД. Пожалуй, самый обширный материал о боях на Лоевской земле собран в местном музее битвы за Днепр. Среди его посетителей – представители России, Украины, Германии, США, Китая, Японии, Вьетнама, Эквадора. Лоевчанка Мария Цик по состоянию здоровья бывает здесь нечасто. Однако тема освобождения Беларуси ей особенно близка. Летом 1943-го она пришла в партизанский отряд. Это позже, уже сражаясь на территории Словакии, стала партизанской разведчицей. А тогда начинала свой боевой путь с повара. Несмотря на кажущуюся мирность профессии, на собственном опыте узнала, что такое плен. Однако товарищей не выдала даже под пытками. В освобождении Беларуси ее отряд потом принимал самое непосредственное участие. Хотелось хоть чем-то помочь нашей армии и нашей родине. Поэтому я по зову сердца пошла туда. Потом немцами, спустя два месяца, в августе 1943-го, немцами было поймано. Оружия при мне не было, потому что поварихам не давали, из-за того, что оружия было мало. Она была поймана. Меня жестоко избивали. Но я не знаю, стоит ли на этом останавливаться. Но меня пытали весь день. В октябре 1943-го года маленький Лоев оказался в эпицентре ключевых событий Великой Отечественной войны. Успешное форсирование Днепра и закрепление на этом плацдарме стало отправной точкой освобождения Беларуси. Сотни героев Советского Союза, тысячи погибших. Такой была кровопролитная битва за Днепр. В те дни газета «Правда» писала, их нельзя назвать храбрыми. Они сверххрабрые. В целях увековечения подвига и памяти воинов в 2010 году руководство Лоевского района обратилось в Гомельский облсполком с ходатайством о возведении мемориального комплекса героям Днепровской битвы. 9 мая 2015-го мемориал официально принял первых посетителей. Хотя работа на этом не остановилась. Сегодня считается, что при освобождении Лоевского района погибли 10144 солдата и офицера Красной Армии. Но это наверняка не окончательная цифра. В прошлом году сотрудники музея битвы за Днепр восстановили имена 465 ранее неизвестных воинов. В этом году работа продолжается. Только в этом году мы установили 219 имен погибших воинов. И эта работа еще не одного дня, потому что большое количество документов помещается на сайте мемориал. Сегодня их свыше 18 миллионов. Интерес людей к своему прошлому растет. Все хотят знать свои корни, все хотят знать, какой вклад в победу внесли их родственники. Что стоила война для каждой семьи. И вот эта непрерывная связь поколений, это очень важно на сегодняшний момент, как один из аспектов сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Павел Леонидович, ну уже вы так как никто другой знаете, что когда сотрудники музея действительно работают и собирают уникальные экспонаты, то очень быстро им в двух залах становится тесно. Что бы вы могли пожелать вашим уже бывшим коллегам из Лоевского музея по развитию их уникального учреждения? Ну я думаю, что мы остаемся коллегами, мы не бывшие, безусловно, мы стараемся общаться на профессиональные темы, когда выдается такая возможность. Действительно, сегодня там создан уникальный комплекс, мемориальный комплекс. Мне довелось, посчастливилось работать тоже над определенной научной частью этого мемориала. Я бы хотел, чтобы, ну, пожелательно, продолжить ту же плодотворную работу, которую он продолжает сейчас, занимается которой. Хотел бы, конечно, чтобы их материально-техническая база, как говорится, сухим таким казенным языком расширялась. И, конечно же, сегодня это требуется и дополнительные выставочные площади. Сегодня им требуются и вопросы, которые связаны с гардеробом, санитарными условиями обеспечения. Сегодня требуется, где был инфокиоск. Сегодня требуется, чтобы была продажа сувенирной продукции, более такой красивой, чтобы развивались туристические услуги в плане военного туризма, безусловно. Потому что это уникальное место, Лоевская земля. И что касается битвы за Днепр... Почему оно столь важное для нашей истории? Ну, оно, во-первых, битва за Днепр, это уникальная самочасть, и это начало освобождения нашей Гомельской области, начало освобождения вообще Республики Беларусь, фактически, с этой территории. Количество погибших, просто вы слышали, какие цифры сегодня приводились. И это действительно не все. Когда мы занимались даже установлением имен Героя Советского Союза, было 323, на момент создания комплекса 365. И я думаю, что еще это будет происходить, потому что поднимаются останки, устанавливаются новые имена, находятся новые наградные документы. Это уникальный комплекс. Я не хочу, конечно, умолить ни в коем случае других. У нас есть также уникальный комплекс Багратион, который сегодня создан на территории Светлогорского района. Поэтому, безусловно, в целом военный туризм, нам есть на чем основываться, на чем развивать и куда привозить группы. Не надо скромничать. Нам есть чем гордиться и показать, как внутри Республики, нашим друзьям, соседям из других областей, так и нашим, безусловно, туристам, которые к нам прибывают из-за рубежа. — Какое развитие вы бы хотели для этой сферы? — В плане? — Что необходимо? Уникальные места у нас действительно есть. — Я думаю, что... — Способные поразить воображение своей истории и уже тем, как сегодня они выглядят, как они... — Я думаю, что сегодня у нас есть те условия. Просто нам нужно немножечко сесть, совместно обдумать музейные работники, сотрудники, которые занимаются туристической отраслью. Просто у нас есть примеры положительные, как и по нашему областному военному музею, как и по тому же самому Луеву. Вот, есть, но это нужно в большем объеме. То есть сама практика, сам механизм, он есть сегодня, он у нас создан. Единственное, нужны объемы для того, чтобы привлечение. — Нужны, конечно, очень большие на это средства. — Ну и, конечно, нет, конечно, чтобы развивать материальную сторону, материно-техническую базу, безусловно, на это требуется привлечение, конечно же, средств, безусловно. — Ну и развитие инфраструктуры дальнейшей туристической. — Ну, любой объект, понимаете, любой объект, скажем так, культурный, он требует развития туристической инфраструктуры. Та же самая продажа, сувенирная продукция. Если привезли люди, мне надо где-то перекусить, правильно? То есть кафе, если это люди пришли, приехали к вам не на день, значит, где-то нужно им проживать. Это достойная гостиница, то есть условия и так далее, потому что люди уже предъявляют определенные условия комфорта и так далее. Да, есть какой-то дикий туризм, но есть и большинство людей хотят уже какой-то комфорт. Конечно, вокруг этих объектов, как и в целом в городе, должна быть создана соответствующая инфраструктура туристическая. Я думаю, что вот как раз у Лоева такие перспективы есть, потому что и место, помимо своей богатой истории, оно еще и красивое. Да, просто красивое место. Не только у Лоева, я хочу сказать, что безусловно, есть и у других у нас. Опять-таки приведу пример тот же операцию «Багратион», мемориальный знак, где сейчас создана тоже экспозиция в Слагорском районе. Тоже очень уникальное, интересное место, куда советую съездить, посмотреть. Где создана экспозиция, где она развивается сейчас, где делается дополнение ее. Поэтому самое главное, что у нас это не застывшее в чем-то, оно развивается, дополняется. Да, может быть, хотелось бы сразу, но мы сделали, сделали шаг, делаем последующие шаги для того, чтобы совершенствовать. А предела совершенства, как правило, нет. Да, его не существует. Действительно, Павел Леонидович, ну, столько лет уже прошло с войны. Почему именно сейчас вот настолько активно ведется работа по установлению погибших, личности погибших? Именно вот сейчас об этом очень много звучит эта тема. Ну, не соглашусь. Я вот работаю, на протяжении 12 лет работаю в музее, в принципе, постоянно было. Так или иначе, обращались, очень много было запросов из Российской Федерации, приезжали. Это было постоянно. Возможно, это более стало освещаться. Так, ну, на серьезном, высоком уровне об этом говорились, говорили, сколько сегодня нашли людей, сколько увековечили и так далее. Появились интернет-порталы, например, мемориал, например, подвиг народа, где люди могут найти либо своих погибших, либо наградные документы, которые сегодня выложены на интернет-пространство. И там еще не все сделано, безусловно, эти базы обновляются и добавляются. Вот, поэтому это всегда интересовало людей. И эта работа велась? Эта работа велась, и вы видели Полуеву, и в каждом у нас районном центре, районный музей, он ведет эту работу. Это сотни-сотни людей, которые устанавливаются, которые заносятся в базу данных мемориал, которые заносятся в нашу базу данных погибших. И сегодня их можно найти, находятся их родственники, с ним сообщаются. Ну, было бы неправильно с моей стороны сегодня не использовать такую возможность. Ваши возможности и способности как рассказчика. Какие факты из военной истории Гомельщины, может быть, не столь известные широкому кругу, вы могли бы нам сегодня рассказать? Ну, они, возможно, и известны, но я, конечно, хотел бы остановиться на 1941 году. Безусловно, мы говорим, и все сегодня знают про контрудар 63-го стрелкового корпуса 21-го армии. Я не умоляю заслуг, хочу отметить, что был такой же контрудар и слева, очень успешный, 66-го корпуса, который дошел практически до Бобруйска. Хочу отметить, что в историографии он часто говорил, что вот мы, советские войска, оставили Мозырь. Город Мозырь не был оставлен, он до конца сопротивлялся, большая часть стрелковых, конечно, все ушло, но там остались десантники 214-й воздушно-десантной дивизии. И они практически полностью все погибли, защищая этот город. Ранее говорил, что на течение двух суток он был оставлен и все ушли. Нет, там были до конца и до конца сражались. Под Гомелем, поселке Чонки, были созданы уникальные школы, которые возглавляла разведывательная диверсионная школа. Ее главные успехи были именно как раз здесь, в подготовке у нас, под Гомелем, которые возглавлял Старинов Илья Григорьевич. Мы, конечно, должны сказать про уникальность наших воинов Красной Армии, период ее освобождения, тоже период операции Багратиона. О том, что сегодня можно узнать, услышать, прочитать и так далее. Я думаю, что еще многие наши телезрители, если немножко откроют историю военную нашу Великой Отечественной войны, они много узнают об истории нашего города, и о периоде его оккупации, пребывания, и об его освобождении, и об его 50-дневной обороне Гомельского направления, и 12-дневной обороне областного центра. Есть очень много интересных фактов. Откройте, почитайте, я обращаюсь сейчас к телезрителям. Найдите это время, найдите возможность взять своих детей, свозить их в тот же Лоев, Светлогорск, возить их в Красный берег. Уделите им внимание, и вы откроете для себя очень много. Можно много рассказывать, безусловно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я вас приглашаю, посмотрите эти мемориалы, посмотрите музейные учреждения. Не только у нас, если будет такая возможность, в Брестскую крепость, в Минск. Я думаю, это только будет иметь положительный эффект. У Гомеля, конечно, тяжелейшая история, потому что два года оккупации, камня на камне практически не оставили от города. Общее разрушение 80%, численность сократилась со 147 тысяч до 15 тысяч. Это, как говорится, бесследно не прошло. Это было очень страшное время. Наиболее это полный фотоархив сегодня в областном музее военной славы можно увидеть? У нас значительно есть коллекция. Сегодня много, конечно, фотоматериалов продается на аукционах. Некоторые из них мы приобретали, некоторые повторяются. Есть когда фотоматериалы, которые хранятся в частных коллекциях, и мы обращались и делали выставки, используя эти материалы. Я думаю, что дать представление о том, что Гомель имел, как он выглядел накануне войны, период оккупации, сегодня, безусловно, в областном музее военной славы, имеется такая возможность. Можно увидеть, да? Да. Павел Леонидович, сегодня уже все архивы доступны об этом периоде. Если говорить об истории именно нашего региона, Беларуси, какие самые редкие выдержали? Выдержали в руках из того, что доступно профессионалам-историкам. Ну, может быть, самый интересный документ, который я держал в руках и на основе его потом сделал публикацию, это журнал боевых действий Центрального фронта, где по дням очень объективно, честно, расписано, как шли бои в 1941 году, как шла оборона, какие были потери, причем оценка давалась и как в нашей стороне, и стороне противника. Наверное, это самый интересный документ и так далее. Архивы, они приоткрываются. Мы ведем активную деятельность по публикации различных материалов, касательно регулярной армии, касательно партизанского движения. Музей, я думаю, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Но есть, конечно, архивы, которые еще сегодня закрыты, безусловно, есть такие. Есть, которые дела еще рассекречиваются, и возможно, что мы еще очень многое узнаем про этот период. Я думаю, что далеко не все еще изучено. Сегодня самое первое поздравление в нашем телеэфире. Павел Леонидович, с Днем Великой Победы прозвучит от вас. Пожалуйста. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, партизаны, подпольщики, люди, которые сражались с тылу. 9 мая – это великий праздник, это праздник Великой Победы. Мы благодарим вас за ваш героизм, за ваше бесстрашие, за ваше мужество, за то, что вы дали возможность нам сегодня мирно жить, трудиться, созидать. Огромное вам спасибо и низкий поклон вам, уважаемые ветераны войны. Конечно же, в эти дни мы вспоминаем и тех, кто погиб. Это практически 27 миллионов людей, которые положили свою жизнь на алтарь Отечества. Мы скорбим. Это жертва во имя жизни, жизнь, которую мы должны ценить. С праздником вас, уважаемые гомельчане, дорогие друзья. И я надеюсь, что молодое поколение будет достойно памяти и истории Великой Победы, Великой Отечественной войны и великих людей, которые сражались ради свободы, ради мира, ради жизни на нашей земле. Спасибо, Павел Леонидович, замечательные слова. Это действительно наша история, это наша судьба, которую никто не вправе отнять у нас и как-то на нее покушаться. Великий день. Ну и мы должны защитить. Да. Наша сегодня святая обязанность нашего поколения, то, что было достигнуто предыдущими поколениями дедов, прадедов, отцов, теперь нас значит защитить и донести правду следующим поколениям, чтобы не было такого, что память о войне живет только сто лет, есть такое распространенное, или живет до тех пор, пока жив последний участник войны. Да, потом мы повторяем ошибки. Ну, безусловно, чтобы и мы не повторяли тех ошибок. К сожалению, неспокойно в мире, к сожалению. Но мы должны сделать выводы, чтобы не повторить ужасов Второй мировой войны и Великой Отечественной. Я очень верю, очень верю и в нашу молодежь, и в нашу страну. Я думаю, что так как мы к этому относимся, ну, мало таких примеров в мире. Да, у нас уделяется очень много этому внимания, и это наша заслуга, безусловно. Я думаю, что и впредь со стороны государства, и со стороны каждого человека, я думаю, нет равнодушных к этому событию, к этой дате, будет сделано очень много. Я более чем уверен. Ну что ж, остается быть едиными, быть вплаченными, быть вместе в дни праздничных мероприятий. Да, 9 мая это такая дата, которая консолидирует общество, вокруг которой мы собираемся. Действительно, можно прости социологические вопросы, и будет очень большой процент, что это действительно дата для всех семей. И она объединяет не только нас, как нацию Беларуси, но, я думаю, белорусов, но, я думаю, как и другие национальности, и среди стран СНГ, и дальнего зарубежья. Именно в этот день такая дата, объединяющая нас всех. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Спасибо за приглашение. Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова